Мы с вами, друзья, очередной раз находимся в аэропорту. То, что у меня за спиной большая кафешка в Starbucks, это просто потому, что в аэропорту много кафешек в Starbucks. Сегодня мы встречаем молодого человека, нашего корешка, форумчанина, которого на форуме все знают как Агасси. Не знаю, играет ли он в футбол или вообще, может, это его просто фамилия фонастуральная, но зовут его Алекс, Саша, и буквально через несколько минут он прилетает в Сан-Франциско, прилетает он из Флориды, куда попал сразу по началу своей эмиграции, а дальше вот судьбы неисповедимые, эмигрантские, приводят его в Калифорнию, буквально к нам в школу. Вообще, надо еще вот что сказать. У нас есть должок небольшой, у меня лично есть должок перед форумчанином, которого зовут Малагути. И, может быть, даже эта девушка, я честно, я не знаю, но вот мальчик или девочка, я давно обещал передать привет, я передаю привет, с Малагути привет. Вот, и у нас на этой неделе большой заезд. Я хочу сказать, что в ближайшую неделю еще на 5, наверное, приезжает, поэтому Агасси начинает вот эту серию вот этой недели. Мы находимся на терминале American Airlines, компания, и здесь очень симпатичное место для встречи посетителей. Вот, очень красиво, так уютно, и, я бы сказал, прикольно. Смотрите, какие у меня замечательные декорации за спиной. Единственное, что я в кои-то веке взял холодненького в Старбаксе и подмерз. Вообще прохладно сегодня, я не знаю, почему, может быть, утро, потому что вообще сейчас где-то в районе 11 с небольшим утра. Тут ветреное, прохладно, и я вот вспомнил из юности, вот это вот что-то стали мерзнуть пятки, литературное. Не пора ли нам, ребятки, в магазин послать конца за бутылочкой венца? Хотя вот эти пушкинские или квази-пушкинские строки приходят в голову, когда сидишь в таком вот замечательном месте и ждешь нашего, так сказать, форумного героя очередного. No Entry. Это вот то самое место, откуда люди только выходят, а зайти туда нельзя. Вот, друзья, и Александр, да? Александр? Правильно. Вы прилетели, скажите пару слов-то, вы откуда прилетели, что, чего? Я прилетел из Флориды, из города Форт-Майерса. Как там во Флориде-то? Жарко, очень жарко. Ну жить можно в целом? Судовищно жарко. В целом можно, но недолго. Девчонки есть симпатичные? Я женат. А-а-а, это хорошо. Политкарик. Вот, теперь вы откуда сами-то, во Флориде-то вы откуда приехали? Я женат из города Калининграда, Калининградская область. Это я не понял, это Кёнигсберг, который... Все верно, абсолютно. Абсолютно, да. Это все Кёнигсберг, значит, приехали мы с супругой почти три года назад, два с лишним года назад. Так вы где поженились-то? А-а, вообще официально мы поженились здесь, но, как бы сказать, дома мы уже тоже, мы были женаты почти. Просто вот, не сложилось. То есть вы такой, вам сколько лет-то? Мне 24. То есть вы такой прямо с детского сада женат? Ну, почти, да. Почти с детского сада. Деток нету? Деток нету, да, есть только собаки. А жена-то что делает? Жена, она осталась во Флориде, она там на постоянной работе, как бы, вот, она будет обеспечивать мое финансовое состояние здесь. То есть вы будете прожигать? Я буду прожигать, да, наши сбережения, вот, но надеюсь, что это будет не впустую, что это будет... Все мысли только о том, чтобы заработать. Ну, пошли за багажом. Пойдемте. Наверное, это и есть ваша карусель. Да. Поскольку других больше нету. Народ с вами летел, да? Нет. Как давно вы три года сказали? Ну, почти уже три года, два с половиной. Занимались вы чем? Занимался там я, как вот, как приехали, ну, чемодан, а как приехали, сразу попали в этот, чертов клининг. Вот, что у нас, вот, как сказать... В гостинице, где вы клининг? А, начинали, да, в гостинице, потом... Я закончил... Я когда уезжал... Один чемодан-то или больше? Да, один чемодан. Так. Я на лифте. На лифте. Я хочу сказать, солидный чемодан. Конечно, люди, которые приезжают вот через весь мир, ой, с розовой ленточкой, так трогательно. Жена полаботилась. Жена, видно, что девочка это делала. Черный клининг, да. Черный. Абсолютно черный, грязный. Все это время, то есть, почти все два года был в клининге. Значит, и вот, под конец уже, последняя моя точка была, я работал в офисе Sony. Sony, вот. Ну, так как ситуация экономическая. А что в офисе-то? Клининг или тоже? Да, я был бы как дженником. Окей. Ну, хоть приличным офисом. Да, офис достаточно приличный, правда, уже достаточно старый. Так, образование какое есть у вас? Да, у меня высшее образование. Какое? Российский государственный университет. Какой? Российский государственный университет. Но раньше он назывался, до переплавания назывался Калининградский государственный. Так. А специальность какая? Специальность у меня логистика, я инженер-логист. Это по перевозкам? По перевозкам, да. Это инженером надо быть? Ну да, так вот называется. Это пятый этаж паркинга аэропорта. Я очень люблю здесь парковаться, здесь так открыто, красиво, симпатично. Вот, и вот наше транспортное средство, можно сказать, форумно-иммиграционное. Вот у нас Александр с пакетиком стоит. Он грозился, тут какой-то подарок. Я, на самом деле, вот подумал, что надо, как у Якубовича, там сделать серию подарки в форум. Вот, от будущих тестеров. И тут была мысль о том, что, может быть, не надо уже кнопки нажимать, потому что, вроде, устали мы от кнопок. Но Саша говорит, как это? А я, говорит, только ехал в смысле, что я сейчас кнопку нажму. Мы думаем, но если вот уже такое привыкание, как бы, происходит, наркомания по кнопке, ведущей в новую жизнь, то мы сейчас вот эту кнопку и нажмем. Так, вот она кнопка, видите кнопку? Да. Нажимаете. Ба-бах! Вот она, дорога в новую жизнь. И прямо сверху транспорт пошел, смотрите, и у нас тут шикарно такое совпадение. Это значит, большая и светлая дорога нас ожидает. Мы хотели вас поздравить с прошедшим днем рождения. Так. И преподнести этот просто замечательный подарок. Здесь упаковка с нашим городом, из которого я приехал, Форт Майерс. Симпатичный? Очень симпатичный. Да. Пляжи хорошие? Пляжи самые просто, самые просто хорошие. Без крокодилов, без акул? С маленькими акулами. Так. И Сани Белл, это как бы островок маленький там. Сани Белл? Да. Это как у нас Сани Белл тут есть рядом? Ну, да, я тоже об этом думал. Так, ну так вы вынимаете, что там? Я вынимаю. Ну, здесь краткая информация. Фу. Я надеюсь, я открою традицию. Это новая традиция. Ребята, все, кто будет ехать теперь, значит, вот смотрите. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Это, я даже не знаю, вот такие characters, такие персонажи. Они играют в карты. У них довольно страшные, но в целом очень симпатичные рожи. Такие они. Я хочу сказать, что вот, чтобы люди не думали, что у нас так учатся в школе. Что сел там в карты, играешь, язык высунул и, значит, можно сказать, enjoy life. Знаете, как это говорят? Без кайфа нет лайфа, хоть face and up table. Значит, у нас face and up table в школе можно. Ага. Вот так, чтобы кайф такой. Ну, только если от глубоких и прочных знаний. Вот что. Вы когда отучитесь и найдёте работу, и вот будет суббота какая, или там Friday night, вот вы так сядете с другими форумчанами, тестерами, и там не обязательно тестерами, и вот будете вот так жить. Это, я понял, это цель, это идеал, это то, к чему мы стремимся через некоторое время. Мы прощаемся с крышей мира. С парковкой. Просторной, светлой парковкой. И въезжаем в менее просторную, и совсем не такую светлую парковку, из которой есть выход. Видите, написано exit plan. Или мы сейчас туда подъедем, и рассчитаемся за все свои грехи с кассиром. Вот. Значит, он говорит, вставляй, говорит, сюда свой билетик. У меня есть такая мулька, что вот безработица имеет, с одной стороны, конечно, экономический характер, но, с другой стороны, технологический. Потому что производительность труда растёт. Вот, допустим, за последний год, 2010 год, производительность труда в США выросла почти на 7 процентов, 6,8 процентов. При 130 миллионах работающих мы говорим о том, что это миллионов 9 нам там, 8-9 миллионов нам уже и не нужно больше. Поэтому, ну вот, высвобождаются люди. Если бы мы сегодня, например, согласились бы потреблять столько, сколько мы потребляли 10 лет назад, у нас бы 50 процентов была безработица. Нам не нужно столько людей. Поэтому, вот это как бы символ вот этой технологической безработицы. Я считаю, этот аэропорт с этой машинкой. Раньше там стояли люди. Все было медленно и они там считывали, там денежки собирали. А сейчас ты подъехал, карточку вставил с магнитной ленточкой, значит, потом кредитную карточку вставил или там десятку там бумажную вставил и все. На этом все закончилось. Поэтому нужно быть независимым, профессиональным. И поскольку освобождение людей в других отраслях идет через развитие технологий, то достаточно стабильный найм именно в самих технологиях. Потому что без них нельзя избавляться от людей других профессий. Поэтому такой вот интересный парадокс. Вот мы забираем наш чемодан. Мы приехали на место. Александр поживет несколько дней у Ольги. Это Джао. Я хочу сказать, что тут такого флоридского качества курортное место. Я смотрю, тут такие... Посмотрите, что творится. Это же... Покажите вот эти вот листья большие. Это из них можно сделать столько... Из каждого листа можно по паре кирзовых сапог. Или голубцов. Или голубцов. Вот. Знаете, как у нас же творческий процесс начал. Это папоротник. Может быть я не прав. Какие желтые цветы. Из каждого можно выпить стакан водки. Если развернуть в другую сторону. Правильно? Если вот так развернуть. Это же стакан водки войдет. А пахнет как? Ну, не сильно. Но пахнет. Пошли. Я, честно говоря, не ожидал, что мы в таком... Вот эти цветочки, я их очень люблю. Это наши. В Калифорнии их много. Они такие петушки. Вы посмотрите, куда вы попали. Как будто и не уезжал скоро. Нет, это же просто невероятно. Вот. Мы с вами, друзья, находимся в Mountain View. Квартира номер 35. Так что, если кто-то будет, я вас всех приглашаю в гости к Ольге. Вот тут дверь открыта, не закрыта. Ку-ку! Это сформа! Здравствуйте! Мы идем к вам! Здравствуйте! Здравствуйте! Значит, сегодня праздник... Говорят так... Если это не так, я не единовал. Значит, говорят, что сегодня праздник освобождения мексиканцев от французов. За что купил. Вот. Короче, все русские гуляют. А вы же снимали, как красиво у нас? Обалдеть! Я первый раз вижу это все. А вы говорите, что у вас дорого. Так есть за что? Вы знаете, кого я вам привел? Ну, я сначала подумал, что ребенок какой-то ваш. Ребенок. Небрачный сын, думаю, уже. Ну, заходите. Так. Можем приписать в ног? А, нет.